Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала оздоровления. Мы продолжаем беседы с профессором Невуакином о тех проблемах, которые волнуют вас, зрители нашего канала. Иван Павлович, вот есть такая ситуация или явление, которое многих людей беспокоит. Это шум в голове или в ушах, ну люди все по-разному говорят. Скажите, пожалуйста, вот какие причины вот этого явления? Добрый день. Ну это одно из сложнейших действительно проблем, с которыми особенно уже во второй половине своей жизни беспокоят людей. Все дело в том, что мозг это единственный орган, который не отдыхает в течение всей жизни. Если клетки во время сна где-то замедляют свой ритм жизни, улучшают обеспечение, снабжение, нормализуют состояние, то мозг все время работает днем и ночью. Но самое главное, о чем почти никто не знает, там находится только информация. А мозг это ретрансляция между космическим пространством Вселенной и физическим телом, который дан нам во временное пользование. Так вот, этот ретрансляция космический, который напоминает атомный реактор, они все стоят на водяных, где-то на воде, будь то океаны или речки. Так вот, все дело в том, что без воды этот реактор жить не может. И медленно, и постепенно вы в течение всей жизни пользуетесь рекомендациями, что ничего с вами не случится. Если вы во время еды будете пить и кофе, и компот, и чай, и все что угодно, то есть информационную грязную воду, что-то ничего страшного нет. Медленно накапливаются у вас токсины, закисление среды. А это, в свою очередь, активирует любую патогенную микрофлору. Вот мы в центре Германии, в мозгу находим таких паразитов. И вот эта инфекция, которая фактически активируется на закисленной среде при недостаточности воды, а мозг, это где-то полтора процента веса тела от нашего, это же полтора, максимум два килограмма, а потребляет воды 25-30 процентов. А воды, скажем, года меньше и меньше. И когда вы прочитаете книгу «Моя воды», на одной странице, в первой строке, все то, что касается головы, это головокружение, это шум в ушах, это плохое зрение, это слух, это бактериевая болезнь, это рассеянный скероз, это паркинсон, это энцефалопатия, это все недостатка воды. И ничего вы не сделаете, нет нормального обмена веществ. Пришло там, и причем там же сосудистые системы своеобразные, туда пришло энерговещество в виде глюкозы, потому что без него не может жить, а все продукты метаболизма должны сразу удаляться, они накапливаются в организме. Это токсикоз. И эти токсины фактически вызывают любые изменения, шум в ушах. Шум в ушах – это не только шум в ушах, это недостаток кровоснабжения, плюс это расслеротические процессы. Если вы возьмете шею, вот сверху вниз, вот здесь, вот поделаете вот такие движения, у вас возникнет боль. Под пальцами у вас будет не мышечная ткань, эластичная, а просто как канаты. Иван Павлович, вот вы на мне покажите, вот где это находится. Вот, от уха и вот вниз. Вот так вот делаете. Вот эти мышцы, здесь очень мощное исплетение. И вот я сейчас вот, смотрите, вот уже больно немножко? Ну, немножко, да. Немножко больно. У нормального, здорового человека здесь никаких болей нет. Вот у меня сколько вы не дадите, нет, чуть-чуть есть. Значит, я чуть-чуть недорабатываю. Вот здесь это труба, по которой все происходит. Туда поставка необходима, оттуда ток всего того, что нужно оттуда убрать. Это сосуд, Иван Павлович, сосуд. Это сосуды, это лимфатическая система, это венозная система. То есть это поток крови, нормальная поддача туда, без чего клетка нервная жить не может, и отток оттуда грязи. Они должны здесь быть, ну, как лепешка, эластичные, но не в виде канатов, не в виде жгутов. Как только жгуты, да еще болезненные, считайте, что уже процессы в головном мозгу, не сегодня, завтра у вас это будут. Это уже следствие, а не причина. А причина в том, что туда не довоз продуктов питания и не отвоз оттуда грязи. Ну, как можно спокойно реагировать, например, на то, что мы с вами говорили. Вот вы занимаетесь глазами, ну, вам это простительно. Но ведущие специалисты-офтальмологи не знали, что, например, втирать их глаза, вот эти соринка на улице, пыль, грязь, буря или что-то нельзя. А некоторые даже вот эти, которые вставляют линзы, они туда залезают внутрь. Там специально глаз ведь вращается, там жидкостная такая студенобразная жидкость, это среда. И они туда залезают и образуют волосяной ком, который влияет на зрение, на слух и фактически на мозг в том числе. И вот эта система, которая разработана в России, во всем мире, вот эта введена во все регламенты, во все рекомендации, во всех справочниках это есть. Особенно, что касается мозга. И вот Бехтерева, она пришла к выводу, что мозг это структура, которая является компьютером передачи информации от космического пространства, энергоинформационной системы. Это единое информационное поле Вселенной и через него регулирует, через подкорковое образование с нашим бренным физическим телом. И поэтому у нас нет частей, которые не играли бы роли в общем здоровье. И что касается головы, это особенно вот шея. Если вы будете заниматься физической культурой, и так чтобы у вас ноги работали нормально, подачи оттуда жидкости столько, сколько пришло, это в том числе, это улучшение обмена головы. Потому что если циркуляция обмена веществ идет нормально, то есть гармонично, проблем с организмом, с заболеванием нет. В противном случае вас ждет... Причем вот мы сейчас заканчиваем с Александром Васильевичем очередную книги «Медицинное здоровье. Беседы с космическим врачом». Там я пишу, что любой прием лекарства, он должен обязательно связаться с белком, для того, чтобы перенести его туда, куда нужно перенести. Но это уже молекула информационно грязная, она воспринимается организмом как уже антитело, чужеродное вещество. Вы бросили принимать лекарства. Но информация об этом осталась в организме. Но вы топьете 5, 10, 20 этих лекарств. И представляете, сколько у вас информационной грязи осталось там. И все это проходит через мозг. То нужно следовать тем рекомендациям, которые мы с Александром Васильевичем вам уже достаточно длительное время предлагаем. Я не говорю срочной помощи. Я хирург, это тут святое. Но все остальное медленно, постепенно, если вы хотите быть здоровым, то все это можно делать.